Итак, у нас есть некий диск SCAZE-3, он называется SDA, и мы можем что-то с ним сделать. Выбираем диск, и, например, мы можем выбрать некую таблицу на этом диске. То есть мы сначала его расформатировали, потому что он будет использоваться. Теперь мы здесь можем этот диск разбить на подпартиции. Давайте создадим новую партицию, укажем ее размер 2 ГБ. Да, для корневой партиции будет достаточно. И он спрашивает, логическая это или основная партиция. Загрузка всегда идет с основной в primary партицией, поэтому, естественно, мы выбираем primary. Опять-таки, местоположение, где вначале. Как она будет отформатирована, как X4, это одна из файловых систем. Если мы, допустим, под Windows, мы знаем, что у нас есть файловая система FAT32, у нас есть файловая система NTFS, у нас есть UDF ISO 9600 файловая система. То есть каждая из них имеет свои преимущества и недогадки. Точно так же здесь у нас есть некая дефолтная файловая система, это EXT. То есть расширенная, да, в основном английском. Расширенная файловая система, вот ее последняя версия, это EXT 4. Она обратно совместима с предыдущими двумя, EXT 2 и EXT 3. Вот, ну, понятно, что только обратно совместима. То есть она напрямую не работает. Вот, здесь у нас есть возможность посмотреть, куда она будет ремонтирована, в корень. Для начала, чтобы понимать, что такое монтирование в корень, я объясню. То есть у нас, когда мы смотрим на Windows, мы привыкли, что у нас есть некий мой компьютер, в котором отображаются наши партиции, да, или в виде дисков. То есть сколько у нас там дисков или партиций на дисках, столько мы увидим картины чип-дисков, которые именуются ABCD и так далее, да, ну, то есть A и B зарезервированы под флешки, поэтому... О, под флешки, под дискеты. Поэтому вы их не видите A и B, но видите C, D и так далее, это уже жесткие диски. Вот, в Unix такого нету. В Unix есть такая штука, которая называется корнем. Корень это и есть некий... некая абстракция, то, что является компьютером, да, то есть компьютер находится в корне. Файловая система, первая файловая система, которую вот мы создали сейчас, партицию, да, размером 2 гигабайта, она монтируется в этот корень непосредственно. Если в этой файловой системе есть какие-то папки, да, то мы можем монтировать остальные диски уже внутрь этих папок, да, и то есть то, что примонтировано в корень, имеет на себе данные и папки. Все остальные диски, они не могут быть примонтированы в корень, то есть они не могут быть, как вот в мой компьютер, отображаться отдельно, да. Каждый следующий диск должен быть примонтирован в какую-то папку. Этого диска, либо следующего, неважно. Но у нас иерархическая структура, которая позволяет нам только вот таким образом работать. То есть одна партиция монтируется непосредственно к компьютеру и является корневой. Все остальные партиции, да, все остальные диски, разделы и все остальное монтируются в какую-то папку. Причем понятно, что каждый диск должен монтироваться в свою отдельную папку. Ну, вы два диска в одну папку ремонтировать не сможете. Точнее сможете, но при этом тот диск, который был примонтирован первым, станет невидимым, ну, в момент монтирования второго диска. Более того, я скажу, что есть такой способ вскрытия данных, то есть можно взять папку, наказать у нее кучу файлов, да, а потом ремонтировать сверху пустой диск. И вы видите совершенно пустую папку. Но на самом деле под ремонтированным диском находятся файлы, которые находились раньше в этой папке, на этой файловой системе. Понятно? С файловой системой. То есть файловая система в Unix иерархична, она не плоская, как в Windows. Это именно файловая система, да. То есть дальше уже внутри файловых систем диски и там, ну, в смысле, папки и там, и там есть.